Здравствуйте! Вашу вниманию предлагается обзор по основным валютным парам валютного рынка Форекс. Итак, последняя предпраздничная неделя характеризовалась довольно низкой активностью участников рынка на валютном рынке. Но в целом, конечно же, в преддверии католического Рождества, а также новогодних праздников, все-таки большинство участников рынка, конечно, ушло на выходные, на праздники. И поэтому оставшиеся в довольно-таки небольшом количестве спекулянты решили поиграть в свою игру. И на этом фоне мы видели такую вот своеобразную картину в виде рывков, направленных на ослабление американского доллара. Но в целом, цены на валютном рынке остались в диапазоне. Итак, последний рабочий день декабря, сегодня 30 декабря 2013 года, характеризуется, опять же, снижением уже активности самих спекулянтов. И уже только после Нового года, новогодних праздников, мы можем увидеть более-менее какие-то заметные движения, которые будут постепенно увеличиваться. Что касается ситуации с единой европейской валютой, торгуемой против американского доллара, то как раз то, о чем я и говорил, а именно о влиянии спекулянтов, мы наблюдали в конце прошлой недели, когда единая европейская валюта резко выросла к уровню практически 1.39. Но после этого это движение было нивелировано, и это, опять же, объясняется просто локальной активностью вот этих вот оставшихся на рынке спекулянтов. В целом, если отмечать общую динамику, связанную с долларом на валютном рынке, мы считаем, что в следующем году, в начале следующего года доллар будет по-прежнему получать поддержку. На фоне данных статистики, все-таки мы ожидаем, что данные по ВВП в Соединенных Штатах и по промышленному производству, по безработице будут неплохими, будут стимулировать рост американского доллара. К тому же, если обратить на то, как сегодня торгуются 10-летние облигации американские, а они являются бенчмарком для не только американского финансового рынка, но и в целом для мирового финансового рынка, то они торгуются уже выше уровня в 3%. Я имею в виду, конечно же, доходности. На момент записания этого обзора торгуются на уровне 3,01%, что указывает на неуклонное ослабление ожиданий того, что ФРС будет и дальше в неограниченных количествах продолжать печатать деньги. В конце прошлого года, этого года, который заканчивается, ФРС дала понять, что следующий год будет годом сокращения стимулов и годом, очевидно, уже пересмотра монетарной политики. И на этом фоне, конечно же, доллар будет получать поддержку. Ну, возможно, конечно, какие-то рывки, ослабление доллара, локальное ослабление, но в целом мы считаем, что доллар будет выигрывать против основных валют. Во всяком случае, динамика облигации, это очень важная динамика, динамика доходности указывает на эти возможные перспективы. Итак, что можно ожидать в следующем году от валютной пары евро-доллар? Итак, мы считаем, что пара продолжит дальнейшее снижение и в ближайшие дни после Нового года возможно снижение пары к уровню 1.3600-1.3615. Но, конечно же, локальным уровнем, локальной целью, около которой цена может приостановиться на какое-то время, это возможен уровень 1.3600-1.3700. Итак, что нам демонстрируют трендовые индикаторы? Трендовые индикаторы указывают на вероятность продолжения восходящей тенденции, но в то же время осцилляторы указывают на обратную картину. MACD демонстрирует сигнал на продажу, сигнал на возможный разворот вниз и на продолжение нисходящей тенденции. Стахастики, несмотря на то, что ушли в зону перепроданности, в целом пока еще демонстрируют вероятность продолжения нисходящей тенденции. Индекс относительной силы RSI в последние буквально дни, вчера и в пятницу, сегодня, в понедельник и в пятницу, остановился. Но это понятно, потому что активность на рынке заметно снизилась. Но в целом, мы считаем, как я уже говорил и ранее, в начале следующей недели, или точнее говоря, после нового года, пара может продолжить свое снижение. Следующая валютная пара – британский фунт, американский доллар. Британский фунт так и не смог вырасти, значительно вырасти против американского доллара, несмотря на спекуляции, связанные с тем, что Банк Англии может решиться на повышение процентных ставок. Что касается вообще перспектив роста процентных ставок в валютах, точнее говоря, роста процентных ставок в тех странах валюты, которые торгуются против американского доллара, мы считаем, что на это никто из них не решится. В первую очередь, слабость, ну, скажем так, в кавычках, национальных валют Великобритании, еврозоны и других стран, она, конечно же, против американского доллара, она, конечно же, будет позитивно влиять на восстановление экономик этих стран, на конкурентность товаров этих стран на мировых рынках, и это позитив. Я не думаю, что те валютные войны, которые велись в этом году и в прошлом году, они просто так будут закончены. Конечно же, этим странам будет выгодно, чтобы их курсы, их национальных валют все-таки были пониже, чем в Соединенных Штатах. И это, конечно же, будет оказывать негативное влияние на эти курсы. Итак, что касается британского фунта, он, конечно, имеет перспективы к росту, но, как нам представляется, если не будут дальнейшие серьезные сигналы от Банка Англии, указывающие на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики, скорее всего, фунт может оказаться под давлением. Если он преодолеет уровень 1.6470, то он имеет перспективу в начале следующего года снизиться к уровню 1.6085, если, конечно же, будет пробит локальный минимум 1.6315. Теперь обратим внимание на то, что показывают нам трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы по-прежнему демонстрируют вероятность продолжения роста пары. Что касается осцилляторов, то MACD указывает на ослабление роста и, вполне вероятно, после Нового года постарается пересечь сигнальную красную линию, что будет являться сигналом к локальным продажам. Стахастики. Стахастики находятся ниже уровня 50%, и быстрый стахастик делает попытку развернуться вверх на фоне снижения активности по данной валютной паре. Индекс относительной силы РСА находился в зоне перекупленности, вышел из нее, но сейчас, опять же, перед Новым годом, находится практически горизонтально, указывая на снижение активности. В целом, мы считаем, что британский фунт, конечно, может получить соответствующую поддержку наверх, но это будет зависеть во многом от политики Центрального банка Великобритании и, конечно же, от выходящей статистики и, в первую очередь, от действий ФРС. Итак, следующая валютная пара – доллар, швейцарский франк. Франк, торгуемый против американского доллара, демонстрирует практически идентичную динамику, как и единая европейская валюта, только зеркальную картину показывает. В целом, мы считаем, что доллар может продолжить расти против франка, и это, конечно же, в первую очередь, будет обусловлено, опять же, снижением объема выкупа гособлигаций, потечных бумаг ФРС США и общим улучшением экономической ситуации в Соединенных Штатах. Итак, что касается вероятной тенденции по данной валютной паре. Если действительно пара продолжит удерживаться выше уровня 0.8840-8850, она имеет все шансы вырасти к уровню 0.8995-0.90, который является локальным максимальным уровнем за последнее время. Итак, трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы пока ничего не демонстрируют. По сути говоря, они сошлись в одной точке. Что касается осцилляторов, MACD указывает на возможность разворота вверх. Стахастики пока находятся в зоне, быстрый стахастик находится в зоне перекупленности, медленно входят в эту зону. Но есть какая-то вероятность продолжения роста, во всяком случае. Что касается индекса относительной силы RSI, то он находится в горизонтальном положении, указывая на падение интереса участников рынка вообще к ситуации на валютном рынке. Итак, следующая валютная пара. Американский доллар, японская иена. Итак, иена продолжает свое ралли, продолжает дальнейший рост. И как мы указывали раньше, в общем-то, наши последние прогнозы, последний прогноз на прошлой неделе по иене оказался справедливым. В первую очередь, конечно же, рост иены поддерживается таким важным фактором. А именно тем, что правительство Японии проводит агрессивную политику, связанную с стимулирующими мерами, наподобие того, что делала ФРС в Соединенных Штатах. И это, конечно же, оказывало давление на японскую иену и поддерживало в то же время национальный фондовый рынок. Но, в целом, если обратить внимание на дальнейшие тенденции по данной паре, то буквально перед Новым годом выходили данные, данные по инфляции. Они показали, что инфляция в Японии выросла. И это может явиться первым сигналом к возможности коррекции по данной валютной паре. Но, в целом, мы считаем, что если эта коррекция произойдет, то она будет, скорее всего, не глубокой, потому что все-таки ожидание от ФРС, ожидание от снижения объема выкупа гособлигаций и других активов постепенно увеличивается. И это будет являться положительным моментом для американского доллара, торгуемого против японской иены. Ну, давайте посмотрим на дневной график, постараемся определить для себя, а куда же может сходить пара. Мы на прошлой неделе считали, что она может протестировать уровень 105 иен. Этот уровень сейчас пробит. Следующий уровень, куда может подойти пара. Вот я сейчас открою месячный график. Ну, вполне вероятно, что этим уровнем в перспективе, может быть, при сохранении, конечно, той ситуации, той картины, которая существует сейчас на валютном рынке, это может быть уровень 110 иен, если округлить. Если округлить, собственно, эти значения. Это уровень 110 иен. Конечно, говоря об этом уровне, следует учитывать просто вероятные перспективы. Конечно, мы вряд ли увидим, что после Нового года пара резко вырастет и достигнет этого уровня. Но это та цель, которую может достигнуть данная валютная пара. Давайте опять мы посмотрим на месячный график. Как раз вот этот важный уровень сопротивления, где пара может остановиться на самом деле. Но, как нам представляется, такая динамика, если она и продолжится, динамика, связанная с ослаблением иены против доллара США, она будет сопровождаться локальными коррекциями. Итак, трендовые индикаторы на данном графике демонстрируют устойчивую восходящую тенденцию. Что касается осцилляторов, то MACD также демонстрирует возможность продолжения роста. Стахайские находятся в зоне перекупленности, но они уже давно находятся в этой зоне, отскакивая время от времени вниз. И все равно цена толкает данный индикатор в эту зону, потому что все-таки фундаментальные причины для ослабления иены против доллара довольно-таки сильны. И технические факторы, к сожалению, здесь не сильно работают. Индекс относительной силы также находится уже довольно долго в зоне перекупленности. Резюмируя ситуацию по данной валютной паре, вполне вероятно, после Нового года мы можем увидеть небольшое коррекционное движение, хотя в целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста валютной пары. Следующая валютная пара – австралийский доллар, американский доллар. Пара нашла, по сути говоря, поддержку на уровне 0.8820. Наш прогноз, который мы давали на предыдущей неделе, который мы давали ранее, не сбылся. Все-таки снижение активности на валютных рынках, а именно уменьшение количества участников способствовало некоторому укреплению австралийского доллара против доллара США. Но в целом мы считаем, что австралийский доллар вряд ли будет расти. Он находится в устойчивой нисходящей тенденции. Основной причиной, конечно, этого является в целом лучшая ситуация по американскому доллару, по американской экономике и желание Резервного банка Австралии все-таки видеть свою национальную валюту несколько пониже, несколько на более низких уровнях, потому что все-таки экономика Австралии испытывает проблемы в настоящий момент. Но можно предположить, что пара может продолжить двигаться в начале следующего года в узком диапазоне. Но все-таки, если действительно дальнейшие действия Резервного банка Австралии не будут способствовать улучшению настроения по австралийской валюте, а ситуация в Штатах будет и дальше улучшаться, конечно, австралийский доллар будет и далее находиться в нисходящей тенденции. В целом мы ожидаем, что в начале следующего года пара австралийский доллар-американский доллар может двигаться вот в этом диапазоне. Трендовые индикаторы в данной ситуации являются неинформативными. Что касается осцилляторов, то МАГДИ доходится ниже уровня, ниже нулевой отметки, что указывает все-таки на превалирование нисходящей тенденции. Что касается стахастиков, они находятся в зоне перепроданности, и что указывает, конечно, на желание инвесторов пока продавать пару. Индекс относительной силы также находится ниже ключевого уровня 50%, ну, демонстрирует буквально сегодня такой небольшой отскок наверх. Но это, опять же, связано с низкой активностью, и все-таки фактически с последним рабочим днем на мировых финансовых рынках. Итак, резюмируя нашу общую картину и делая некоторый прогноз на начало года, мы считаем, что американский доллар может получать и дальше дальнейшую поддержку. В первую очередь, конечно же, это будет вызываться сокращением объемов выкупа активов, мер стимулирования, ну и, конечно же, статистическими данными. Если не подкачают эти данные, они будут поддерживать доллар против всех основных валют. На этом у нас все. Желаю всем хорошего праздника, хорошего Нового года, удачных трендов, удачных трейдов в Новом году. До новых встреч. До свидания.